Здравствуйте, уважаемые друзья! Мне приятно пригласить вас на программу «Познаем истину». Мы продолжаем говорить о единстве и теме нашей встречи сегодня – самое убедительное доказательство. Мы будем говорить о том, какими мы можем быть людьми в этом мире, насколько мы готовы прощать других людей, принимать их такими, какие они и есть на самом деле. Об этом мы будем говорить вместе с гостями нашей студии. А сегодня у нас в гостях Владимир Ведута, директор рекламного агентства Елена Леонова, предприниматель и пастор циркой Иван Реполов. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Давайте мы прочитаем вначале Иван Гриотеян, 11 глава, 51-52 текст. Это были такие основные тексты наших рассуждений. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад божьих собрать воедино. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в какой сфере, в какой области человеческих отношений наиболее трудно сохранить единство? Сферы могут быть разные. Безусловно, да. Это может быть и семья, и церковь, и работа, общество, транспорт, в конце концов. Где более сложно? Нам быть едиными, понимая друг друга, прощая друг друга, поддерживая друг друга, принимая все мнения другого человека. Наверное, для каждого человека по-разному. Для кого-то в семье сложно, потому что очень маленькое общество. Человек раскрывается и говорит то, что он хочет говорить, и не контролирует себя. Для кого-то на работе нужно как-то вести себя более под контроль. Для кого-то церковь. Все зависит еще от взаимоотношений, как ты относишься к другим людям. Что ты хочешь этим сказать? Да, мне кажется, когда мы больше общаемся с другим человеком, то нам легче быть едиными, потому что что такое единство? Это, наверное, набор каких-то параметров, которые нас объединяют. Если мы не общаемся с людьми, то как мы можем быть с ними едины? Поэтому для меня лично, чем шире круг общения, тем не то, что невозможно, но сложнее быть единым с кем-то в чем-то, потому что мы даже не общаемся с вами. То есть вы детально не знаете, да? Я не знаю, чем вы живете, такие у вас мысли, такие у вас приоритеты. Когда мы общаемся в каком-то кругу, то на первый, на второй день мы более-менее друг друга узнаем. Тогда у нас могут какие-то быть общие взгляды, то, что нас объединяет. В этом мы можем быть едины. Для меня лично, чем уже круг, тем легче быть единым. И по сути семья это, наверное, та сфера, та область, где люди наиболее должны быть едины, потому что они очень хорошо знают друг друга, знают с полу взгляда. Однако, к сожалению, мы можем говорить о том, что не всегда там случается это единство, и часто люди живут в больших разногласиях. Почему вот это «я против» — это такая домашняя заготовка очень многих людей? А это срабатывает несколько моментов. Первый момент — это страх. Мало ли что случится, я не смогу ответить, сделать так, как от меня ожидают. Может быть, я вообще не захочу этого делать. И обычно, если меня о чем-то просят, это чаще всего, если я сама до этого не додумалась, сама не предложила, не сделала, чаще всего это бывает, меня вызывают из моей зоны комфорта. А что это просто чисто человеческое чистолюбие такое заставляет нас готовить всё-таки такую заготовочку? А так легче, наверное, всё. Ответил, и всё. И никакой ответственности, и никаких решений. И всё, ты как бы обрезаешь все связи, пути, возможности общения, потому что, если я с вами не согласен, в принципе, я не хочу с вами вести беседу. Иногда в разных ситуациях, но в частности, да. Я согласен, смотря от ситуации зависит, то есть смотря, что вы предлагаете. Почему я против сразу? Если вы что-то хорошее предлагаете заранее, я не против, но в принципе, как в том мультике «Абабайка против», у нас защитный, наверное, какой-то механизм срабатывает. То есть, живя в этом современном мире, где очень много обмана, зла и так далее, то нам легче сказать сразу «нет». «Нет, спасибо, мне не нужно», потому что нас могут обмануть. Нам звонят, что предлагают. «Нет, спасибо, не нужно». Действительно, просто страх срабатывает. Страх, защитный механизм, да. Но, в принципе, как бы все зависит от того, что вы предлагаете. Если человек… Ну и опять еще, если в единстве смотреть уровень, кто предлагает и в какой сфере. Буквально вот сегодняшний, вчерашний день у нас в компании человек есть, который, я благодарен Богу, что он пришел к нам недавно, но он готов браться за все, что бы ему не поручил. И ты уже начинаешь бояться, все ли нормально, да, он не видит каких-то «я все сделаю». Да, он напрягается, он никогда не отказывается, берет какую-то инициативу. У него нет слова «нет». Не знаю, может быть, боится руководителя, да. А вчерашний отношение, вчерашний момент был, мы с дочерью были на семинаре, она занимается у нас айкидо, ну, в таком нормальном уровне. И вчера был семинар, на котором присутствовали японцы такие, ну, корифеи, пожилые, и они проводили и занимались с детьми, смотрели как-то, у нее был страх, она не хотела, японец к ней, а она так пытается за кем-то укрыться, чтобы только он ее не пригласил, только чтобы он с ней не позанимался. Потом, когда, так как зал большой, я же не буду там кричать, иди к нему или не иди, да, я говорю, почему ты так, я боялась, чего боялась, ну, а если я что-то сделаю не так, а если он меня попросит, а если я его не пойму, я же не знаю японского, но все дети понимают, а ты не понимаешь, да, вот некий такой… То есть мы страхуемся, да, где-то… Это было пере-пере-перестраховка, да, что вот… И нам еще очень важно выглядеть все-таки хорошо в глазах окружающих людей, достойно, да, мы очень боимся потерять свою реноменцию. Скажите, пожалуйста, вы часто идете на мировую, вот поступившись своими какими-то взглядами, идеями по тому или иному вопросу, я сейчас не говорю о вопросах веры. Если это не принципиальные наши вопросы, то нет ничего плохого, а пойти поступить с какими-то… Это вам легко дается? То есть вы спокойно это воспринимаете, когда нужно принять совершенно другую точку зрения? Правильный ответ – да легко, но в реальности, конечно, не всегда так бывает. Иногда нужно проявить смирение, этому нужно учиться, и гибкость. Но нужно уступать в таких вопросах, которые не являются принципиальными, не являются вопросами… Вот вопрос все-таки, это легко вам дается? Вот вы можете просто сказать свои ощущения, это вам легко дается, либо это сложный для вас момент, чтобы все-таки изменить свою точку зрения? Я не говорю действительно о вопросах веры, потому что здесь, наверное, будет однозначный ответ. Но вот в различных обстоятельствах, бытовых каких-то, в отношениях где-то внутри семьи, вне семьи, здесь уже, наверное, нужно как-то принимать, чтобы быть более диким. Вот мне кажется, разные уровни, и как мы общаемся. Вот мне на сегодняшний день, вот с теми, кого, наверное, чем взрослее, тем становишься мудрее, с тем, у кого более близкие отношения, никаких вопросов. Вот я сейчас испытываю, что мне нет трудности подойти, извиниться, принять решение его сторону. Те, которые, ну, будем так, не такие близкие, нет такого единства, если мы сейчас идем по нашей теме, то все равно нелегко. Все равно что-то есть такое, что ты не можешь… Ну, нужно дольше времени созреть, чтобы сделать этот первый шаг. А вы знаете, а мне нравится. Мне нравится вот менять, ну, как бы не то, что подстраиваться под человека, а вот со временем я поняла, что у другого человека тоже есть мнение, и оно тоже может быть правильным. И я всегда допускаю, что он может быть правее, чем я, и мне приятно это делать, потому что я вижу, как он начинает там светиться как-то по-другому, и начинает вдохновляться. И говорит, а может быть я не прав? Вот, то есть, и здесь идет, как раз вот начинается диалог. И это очень здорово. То есть, надо быть проще и более, как бы, гибким по отношению к другим. И к вам потянутся люди. 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 Что является определяющим ум, талант, способность, взгляды, когда вы можете быть единым с другим человеком, либо с группой людей? Что для вас является определяющим, что вы можете их принять? Для меня ум. Для меня искренность и честность. Ага. Просто человеческие, нормальные взаимоотношения, без хитрости, да? Вот просто честно. Да, пусть это будет не всегда человек, с которым, дайте так честно, выгодно находиться. Может быть, иногда даже неинтересно находиться, да? Но если он честен, то ты понимаешь, что все, никаких вопросов нет. Нет, ты, может быть, даже ее пускаешь на его уровень, и ты спокойно делаешь какие-то, ну, общаешься и дальше. Когда человек что-то строит из себя, а на самом деле, ну, и в духовном плане то же самое, то тогда это сложнее. Вы знаете, вы очень, наверное, точно попали в точку, потому что социологи говорят вот в отношениях между людьми, когда речь идет о лидерстве, об отношениях одного человека с другим, на первое место вот выходят как раз вот эти понятия, как честность, открытость, откровенность. Поэтому люди начинают тебя воспринимать, когда ты говоришь открыто, когда ты говоришь честно, ты не замыливаешь как бы тот или иной вопрос, хотя, может быть, даже у тебя при этом есть очень сильный ум, которым наделил тебя Господь. Вознакомьтесь с историей, когда читаем Священное Писание, с историей уже первых жителей Адама, Евы, Каина и Авеля, мы видим, что все более и более как-то отношения обостряются. Человек не становится более един с другим человеком, а все больше появляется какой-то вражды, ненависти. И мы читаем, видим, что даже все это дошло до убийства. Скажите, вот как вам кажется, что может остановить вот эту тенденцию к разногласиям, которые происходят, к сожалению, между людьми? У нас должно что-то объединять, объединять что-то, нас как группу людей, то, что превосходит, наверное, наши какие-то плотские мотивы и так далее. Бог предлагает спасение, Он предлагает жизнь, и Он предлагает, чтобы мы объединились в этом. Когда мы объединяемся в чем-то высоком, у нас это расплачивает как любую общность людей. То есть без Бога невозможно вообще быть как-то, ну не то что единым, а просто дружить? До какой-то степени да, почему нет? Без Бога тоже возможно дружить, дружить и быть в чем-то едиными. Но, наверное, не до конца, не в каком-то моменте это может остановиться. Потому что то, что заложил Бог в человеке, в человека заложил, наверное, с самого начала, это вот это желание быть с кем-то. Мы говорим, невозможно жить человеку одному, он обязательно где-то социально, любым способом он связан с другим человеком. Он заложил в нас тягу к добру. Поэтому, если мы ее в себе глушим, то, соответственно, мы ненадолго объединимся с другими людьми. Но, если мы это в себе взращиваем, если мы тоже тянемся к Богу как источнику добра, нас это объединяет с другими людьми. Мы становимся проще, добрее. Когда мы считаем людей вот не ниже себя, а вот на уровне, хотя бы на уровне. Потому что всегда, согласитесь, да, мы ставим себя, мы умнее, мы интереснее, нам, ну вот, мы лучше во всех. И в духовном плане тоже, да, что мы больше всего знаем. Сравниваем всегда. Да, и да, это сравнение всегда мы выше. Какое-то свое я преобладает. А когда мы приходим, и мы все-таки все равны перед Богом, мы все его дети, он одинаково любит, что одного, что второго, тогда мы понимаем, что эти нормальные взаимоотношения, это единство может быть. Но сейчас это мне кажется. Мы все чаще произносим или слышим у нас на слуху такое слово, как толерантность, да. Очень бережное отношение друг к другу, принятие другого человека, уважение. Почему хорошо понимая, что вражда ни к чему хорошему не приводит, мы все-таки продолжаем враждовать? Наши амбиции, наверное, какие-то. Наши какие-то свое я, гордость, тщеславие, эгоизм. То, что мы еще, наверное, лелеем каким-то образом, они заставляют нас так или иначе строить какие-то, может быть, планы. Если не враждовать, то как-то что-то где-то планировать и так далее. И человек не в состоянии справиться с самим собой? Самостоятельно – нет. Но с Божьей помощью он может справиться. Вот интересно, давайте я хотел бы, чтобы мы еще раз прочитали этот текст из Иоанна 11 глава 51 и 52. Давайте мы прочитаем их. «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». Очень интересные тексты. Как вы думаете, почему смерть и воскресение Иисуса Христа является залогом единства между людьми? Мы говорили, что, в принципе, как бы мы можем дружить, но вы утверждаете, что без Бога это просто невозможно сохранить вот то единство, которое бы удовлетворяло, наверное, многих людей, потому что люди иногда создают команды, группы, союзы, но вроде бы формально все хорошо, но внутренняя обстановка, она просто там накалена до предела. Лишь разные обстоятельства мешают людям разбежаться, наверное, в разные стороны. Может быть, это просто какие-то корыстные идеи и взгляды. Почему мы говорим, что только жизнь и смерть Иисуса Христа это действительно залог для единства людей, которые живут в разных странах и на разных континентах? Почему люди разъединены? Почему человек бывает злым, не принимающим никого? Потому что его не любят, потому что он не испытал этой любви, потому что ему кажется, что он никому не нужен. Но если есть вот это осознание того, что кто-то, сам Творец, любит меня настолько, что он пришел, умер и воскрес ради меня, что он оставил все для того, чтобы меня вот такую вот принять, да я тогда, если я вот в этой любви купаюсь, если я ее приняла, то я тогда буду на всех смотреть совершенно другими глазами. Для меня люди станут добрее и лучше, потому что я любима. Если я не любима, я никого не смогу любить. И понимание того, что и я, и вы, и все в Иисусе Христе получают одно. Мы не взвешиваемся, да, ты получаешь чуть больше спасения, я чуть меньше и так далее. Через его жизнь, через его смерть и воскресение мы получаем эту надежду. Без него мы не можем ничего. Какие бы мы хорошие, святые, какие мы бы не делали дела, мы не можем без него получить то спасение, которое обещано в Священном Писании. Мы говорим о том, что нужно принять Бога. Но очень много людей не понимают конкретики. То есть, что такое принять Бога? Я Бога принимаю, а вы принимаете и вы принимаете. Но есть конкретные вещи, есть план спасения, есть история, которую можно легко узнать. Есть великая борьба, контекст великой борьбы. И в этом контексте грехопадения мы узнаем, что сам Бог пришел, чтобы спасти каждого человека. В этом смерть объединяет нас с другими людьми, которые принимают Бога. И воскресение Его, дающее жизнь каждому из нас, обетование вечной жизни, оно тоже объединяет нас. Поэтому, когда мы принимаем смерть и воскресение Иисуса Христа, это конкретный акт нашего согласия в то, что для нас сделал Бог. Это нас объединяет, в этом мы принимаем Бога. Мы хотим быть похожим на Него, хотим исполнять Его волю. И сюда можно много говорить дальше по шагам. Тогда возникает вопрос, люди не знают Бога в большинстве своем, если мы часто видим, что даже родных людей примиряет только смерть кого-то из родных. Как люди часто спорят между собой, и когда все люди живы и здоровы, они не замечают вот той ценности, что, слава Богу, что вокруг все живы и здоровы, и мы можем примириться. И лишь потеря кого-то из близких, она тогда меняет человека, люди начинают осознавать, потом они плачут и примиряются друг с другом. Это вот то, что люди живут не примирившись, это результат отрицания Бога в нашей жизни? В какой-то степени да. В какой-то степени непринятия Его, в какой-то степени возможно заявление о чем-то, о том, что они принимают Бога, но нереальные действия, нереальное подражание Его характеру и разделение Его принципов, которые она предлагает Священной Писании. Но все признают, что Бог есть. Это такое просто, может быть, как-то банально даже звучит. Все или все. Ну, все, не все, но практически, наверное, большинство людей, они все-таки соглашаются с этим. Если у нас есть понятие, что есть Бог, то есть, другими словами, у нас один общий Небесный Отец. Кто мы тогда по отношению друг к другу? Вот мы с разными фамилиями здесь и именами. Кто мы по отношению друг к другу? Священное Писание говорит об этом четко, что мы Его дети, сыновья и дочери. Значит, мы все братья и сестры, то есть мы родные. Но чаще всего бывает, да, я знаю, есть Бог. Ну, Бог где-то там, я где-то здесь, а Он там, а Вы там, а где-то кто-то. И все разные. Ну, почему живем тогда как чужие? Если мы веруем в Бога практически все, мы признаем Его Небесным Отцом. Почему все-таки у нас вот, ну, такое желание отгородиться и принять Вас, хотя мы все, по сути, это действительно так. Для кого-то это звучит, может быть, даже насмешливо, когда слышим, что братья и сестры. Разное понимание веруем в Бога. Вот Вы говорите, мы все веруем в Бога. Для кого-то верует в Бога просто я верю, что Бог есть и дальше этого не идет. Для кого-то он на самом деле ищет Бога. Ищет Его характер. Он питается этим, Он живет. Бог меняет его жизнь. Вот этот человек на самом деле верует в Бога. А если Вы просто говорите, что Бог есть и думаете, что Бог вас поменяет и почему теперь у меня вражда, то это они еще ни о чем не говорят. И бесы веруют и трепещут. У нас вообще есть вот это вот вообще внутреннее понимание, что действительно мы братья и сестры. В человеке вообще есть это? Вот, например, ну человек даже, ну я не знаю, не ходит в церковь, но у него все равно есть какое-то вот понимание близости с другим человеком, что это действительно мой брат. Ну потому что говорить одно, а чувствовать Бога и чувствовать близкого человека и желать нормальных отношений, это совершенно другое. Можно говорить, я его люблю, а про себя, как я его ненавижу. То же самое здесь. Мы можем говорить, что мы принимаем Бога и так далее, но мы не пережили этого принятия, мы не пережили этих тесных взаимоотношений, этого, это, как говорила Елена, да, этой любви. А когда ты не переживаешь, это все искусственно. И тогда ты не можешь назвать того, кого рядом, своим братом и сестрой. Тебе это не интересно. Зачем? Даже назвать, это уже большая смелость. Мне нравится быть вот, например, в странных, например, там, Азии, когда тебя, чужого человека, они тебя называют братом. Вы знаете, когда произносят это слово брат, вот как это, как стена какая-то уходит. Это еще рука прикладывается к сердцу. К сердцу. Понимаете, это большая смелость даже заявить об этом. Вот когда человек принимает водное крещение, о чем тем самым он свидетельствует? Когда человек принимает Бога в свое сердце, когда он заключает с ним договор Елизавету, что мы называем. Он принимает. О чем? Тем самым, действительно, говорит, заявляет человек. Только о вере в Бога, о принятии Бога. И, наверное, принятие этого общества, в которое он входит, да, членом которого он становится, тех правил, тех взаимоотношений. Потому что, конечно же, в первую очередь это заявление, что я принимаю и соглашаюсь с Богом. Но мы не должны вычеркать вторую сторону. Бог, общество, это все вместе. Принимая Бога, он другими словами говорит, что я хочу быть среди последователей Бога, среди семьи, которая верна Богу. Он не единственный человек, который принимает Бога. Есть такие же, как он. Поэтому этим он свидетельствует о том, что он, во-первых, принимает жертву Христа. Христос умер за него лично. Во-вторых, он принимает на себя, наверное, какие-то обязательства того, что он теперь живет в семье верующих людей, где есть определенные правила. Другими словами, он принимает других людей. Принимает других людей. Принимает те принципы, которые Бог заложил для Своей Церкви на этой земле. Почему вера во Христа должна быть выше всех наших различий? А не есть их масса. Потому что она как раз и дает силу, дает понимание, дает ощущение того, что мы все едины в этом мире. Вот когда мы действительно доверяем Христу, когда мы действительно осознаем то, что Он сделал для нас, мы тогда понимаем, что я такой же, как все, и я точно так же любим, как и любимы остальные. И вот именно эта вера, искренняя вера, не на словах, не для галочки, не потому что я там где-то записан или когда-то там меня окунули в воду, а потому что я понимаю, я доверяю Богу, и изучая Его жизнь, я вижу, что к Нему люди тянулись. Почему? Да потому что Он их любил вот так, вот такими, какие есть. Ну почему тогда природа? Вот мы вроде бы разумные люди, я думаю, что многие разумные люди понимают, что мы должны быть едиными. Почему все-таки тогда природа, она вот наша какая-то бунтарская. Мы вначале говорим нет, а потом уже начинаем анализировать и соглашаемся. То, что мне предложили, это хорошо и даже приятно и полезно для меня. Но вначале бунт. Но эгоизм он всегда... Это даже дети, вот посмотрите за детьми, как они воспринимают, когда им что-то говоришь, они вначале уже начинают бунтоваться. Я не хочу, а потом родители начинают объяснять, они начинают убирать игрушки, там чем-то заниматься. Но вначале бунт. Потому что обстоятельства нашей жизни, та сфера, в которой мы живем, оказывает на нас влияние. Мы сформировались, можно сказать, под вот окружающей нас средой, под этим воздействием. Поэтому сначала у нас защитный организм, защитный механизм. Потом мы уже начинаем что-то думать. А можно ли вообще утверждать, что жизнь каждого из нас, все, что происходит с нами, это такой большой конфликт самим собой, с окружающими людьми. И мы часто из этого конфликта не находим пути выхода. Я бы такое утверждение не делал. Нет. Вы считаете, что люди, в основном, они имеют мир самим собой, и они имеют мир с теми, которые живут рядом с нами? Да, я так могу сказать. Я не считаю, что я живу в конфликт, и со всеми конфликтует каждый человек. По умолчанию люди склонны к тому добру, который заложил в них Господь. Но ситуации складываются по-разному. Конечно, мы живем в мире греха, и поэтому часто люди конфликтуют между собой, народом между народами. Но, в принципе, нормальное положение вещей, когда человек живет в мире с другими людьми. Человек хочет жить в конфликте, ему нравится доказывать что-то. В основном, это ненормальная ситуация, жить в конфликте, и с кем-то спорить, что-то доказывать. Практически ни одна страна уже сегодня в мире, она не живет в мире. Это уже политика. Это политика, и всегда надо искать... Да, политика, но, друзья, мы говорим, что это конфликт. Политику делают конкретные люди. И для кого-то это выгодно. Вы понимаете, что конфликтная ситуация, то есть куда ни посмотришь, то мы везде видим, как кто-то одни стараются навязать свою точку зрения другим. И здесь участвуют все люди политики, вне политики. Мы видим даже в отношениях между людьми разными национальностями, мы видим, что как раз вот этого желания принять другого, принять как брата, вот, к сожалению, не находится. Но мы, друзья, продолжим нашу беседу буквально через пару минут. Уважаемые друзья, не приключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Уважаемые зрители, это программа «Опознаем истину». Спасибо, что вы по-прежнему с нами. И хочу напомнить вам, что вы можете связаться с нашей программой, если вас волнуют какие-либо вопросы. А мы продолжаем говорить о том, мы говорили до нашей остановки в программе, что нам почему-то тяжело как-то уживаться все-таки с другими людьми, и мы как-то конфликтуем сами собой, мы часто недовольны сами собой, мы выражаем это недовольство или, вернее, выливаем это недовольство, почему-то недовольство собой выливаем на других людей. Если говорить вообще о состоянии этого мира, вот почему нам тяжело плыть в одной большой такой человеческой лодке? Мы говорим, мы все находимся в этой одной лодке, и нам не стоит ее расшатывать, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Почему нам все-таки тесновато? Места мало, лодка маленькая или просто амбиции растут? У каждого из нас свое весло, и мы по-разному его гребем. Гребем по-разному? Нет, а если брать сравнение лодка, потому что мы же хотим грести так, куда нам хочется, а не где наш коллега, брат или сестра, и начинаются вот эти вот моменты. Лодка или на одном месте крутится, или, не дай Бог, шатается так, что… Но Бог призывает нас к тому, чтобы мы могли принимать мнение другого человека. Вообще, чтобы жизнь наша, Бог делает все возможное для того, чтобы изменить наше сознание, мышление наше, наши взгляды на очень многие вещи. Давайте мы прочитаем второе послание апостола Павла Коринфской Церкви, 5 глава, 17 по 21 текст. Что пишет Павел здесь? Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог повещевая через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Очень интересный отрывок Священного Писания. Скажите, каким образом практически сегодня можно увидеть новое творение, то, о чем пишет апостол Павел, если все свои, но я так мягко скажу, неразумные поступки мы определяем своей греховной наклонностью. Еще раз, как можно увидеть? Практически сегодня новое, здесь написано новое творение, то есть и так, кто во Христе, тот новый человек. То есть древнее, если говорить о древнем, то есть прежняя греховная жизнь, человек уходит в сторону. Мы говорили уже о крещении, когда человек встает для новой совершенно жизни, расставание с грехом здесь произошло, человек встает. И вот как практически это увидеть? Это и есть реальные жизни, когда мы продолжаем утверждать, что вы знаете, но у нас есть греховная наклонность. И поэтому в новом творении есть остатки греховной наклонности или нет? К сожалению, да. К сожалению. Но это не говорит о том, что мы должны продолжать. Хорошо, когда вы покупаете, например, новую сорочку или пиджак, вы согласны с тем, купи такую вещь, где вы увидите, что там есть заплатка? Ну, вряд ли кто-то купит ее. Вдруг это мода такая? Ну да. Не, ну если мода… Да. То есть мы говорим… Действительно, это очень серьезный вопрос. То есть когда мы говорим, здесь интересно, вот весь этот отрывок говорит, что чтобы мы в нем сделались праведниками перед Богом. То есть все свои действия греховные мы объясняем просто греховной наклонностью. То есть она что, непобедима? Она все равно остается в новом человеке, в новом творении. То есть древнее не прошло, оно осталось. Этот какой-то гвоздь там все-таки сатана оставил в нашей жизни, и куда он вешает то, что ему хочется повесить, оно приносит неприятный запах в нашу жизнь. Ведь написано же с самого начала, что сказано, кто во Христе с Иисусом Христом. Конечно. То есть у нас в нашей жизни постоянно происходит вот такое вот колебание, весы. Мы либо это выбираем, либо то. Если мы держим в голове то, что мы во Христе, то мы новое творение, мы поступаем по-новому, потому что… Елена, да нет, когда человек принимает крещение, он дает обещание, что жить сегодня другой жизнью, чистой, доброй совестью. Он не говорит, вы знаете, я ничего не могу обещать, потому что у меня вот так будет постоянно. Я то туда, то сюда буду бегать из одной семьи в другую, а там уже как получится. То есть мы говорим, греховная наклонность остается в новом человеке или нет? Наклон. Мы говорим так. Страсть греховная, она продолжает жить в новом человеке, в новом творении? Мы, во-первых, должны определиться с новым творением, что это такое. Когда мы принимаем крещение, мы становимся… Бог нас преобразует в новое творение. Это не означает, что мы не будем допускать ошибок, это означает, что мы изменимся. У нас будут другие мотивы, другие склонности, другие взгляды на жизнь. Мы будем другим творением. Означает ли это, что мы ни разу не оступимся? Вы говорите, какие другие? У вас какие-то появятся новые знания или то, что вы перечислили? Наклонности, желания. Они свидетельствуют о том, что сегодня ты готов расстаться с грехом. Да. У меня новые наклонности, у меня новое стремление, у меня новая мотивация. У вас желания грешить нет. Бог убирает желание грешить? Да. Он убирает желание грешить. Почему? Не означает ли это мы, что мы не грешим? Не означает, что мы не грешим. Потому что рано или поздно каждый человек оступается, об этом нужно сказать. И не нужно вызывать чувство вины и собственного осуждения у людей, которые нас смотрят. Если у них что-то не получилось, то значит они что-то неправильное сделали в своей жизни. Они все сделали правильно. Они стремятся к новому. Бог им дарует это желание к добру. Он убирает желание грешить. Нужно находиться в постоянной связи с Ним. Нужно читать Священное Писание, как бы это банально ни казалось. Нужно читать. Нужно питаться этим. Нужно узнавать Бога. Нужно быть с Ним в единстве с Богом. Тем самым ты будешь в единстве с окружающими людьми. У тебя будут новые желания. Но если ты в какой-то момент оступишься, то Господь говорит, что Он тебя прощает, потому что праведник. Иван Иванович, как вам кажется, по большей части люди испытывают чувство вины за то, что они сделали? Или большая часть людей просто объясняют свои, опять берем очень мягко, неразумные поступки, объясняют просто нашей греховной природой? По-разному объясняют. Наверное, объясняют греховной природой. В большинстве случаев они списывают на это. Это мой характер, это моя жизнь. Ну, принимайте меня таким, как и есть. Это, наверное, нежелание. Вот то, что сейчас как раз Иван говорил. Нежелание примириться со Христом и разрешить Ему жить в себе и помогать изменяться. Когда мы принимаем крещение, мы не изменяемся во мгновение ока. Конечно же, остается греховное тело наше и так далее. И начинается, может быть, борьба еще больше. Один тянет на другое, и задача сатаны нас бить. И это его жизнь, и он не просто так, ну, ладно, ты уже принял Христа, тебя оставлю. Он вдвойне, втройне начинает рвать и заставлять, и что-то придумывать. Но когда мы говорим, Боже, я хочу этого, помоги мне, мне тогда легче. Да, я могу сказать, да, это грех. Он, может быть, в каком-то моменте преобладал. Конечно же, очень жаль людей, когда они говорят, и, к сожалению, это есть, я настолько грешен, да, что все, у меня нет шансов, да, грех овладел мною, я не могу быть спасен, ну, и много-много чего. Но такого не может быть. Шанс есть у всех. Мы не говорим, чтобы загнать человека в угол, что ты, если ты что-то сделал в своей жизни неразумной, ты должен корить и иного пути. Нет, но мы говорим о том, что большинстве своими людям ставят очень низкую планку в плане святости, которую Бог дарует человеку, объясняя все свои неразумные поступки именно греховной наклонности. Потому что мы уже тоже не один раз говорили в рамках нашей программы, что грех имеет несколько определений. Есть грех, понятие, как подскользнулся, от которого никто не застрахован. Но грех — это осознанное переступление черты, которое разделяет добро и зло. Когда ты понимаешь, что границу переходить нельзя, потому что ты будешь наказан. И ты даже знаешь, что будет потом. Что будет, но мы все-таки это делаем. Здесь очень интересный вопрос в этом отрывке. Павел говорит, что многие действия могут быть другими, если ты примирился с Богом. Что такое примирение с Богом? Примирение — это процесс, который происходит в течение твоей жизни, или это какое-то одновременное, может быть, действие, акт, который вдруг произошел в твоей жизни, и ты почувствовал, что ты примирился с Богом? Или это процесс, тебе нужны годы для того, чтобы быть примиренным с Ним? Примирение с Богом начинается с самых основных вещей. Мы принимаем Его жертву на кресте. Мы принимаем Иисуса, Его смерть и воскресение. И отсюда мы начинаем узнавать Бога. Мы начинаем узнавать о том, что Он нас любит, это чувствовать начинаем. Здесь нет никакого такого магического какого-то шага. Мы крестились, всё, мы вышли из воды, и мы теперь новое творение. Но мы постепенно, постепенно, нас Бог меняет, потому что Он взращивает в нас желание меняться, уподобляться Его характеру. Поэтому, что касается примирения, мы должны примириться с Богом, принять Его жертву, принять Его подвиг. Но эти отношения мы выстраиваем всю нашу жизнь. Мы строим эти личные отношения. Бог нам в этом помогает. Он нам это обещает. Каждый день, да, утром, когда, кто, как, да, просим Бога прощения, просим силы, да, просим, чтобы пройти этот день, ну, на высоте, но вместе со Христом. Иногда же, ну, нам же кажется, что, ну, в принципе, мы и так сильны, мы ничего не нагрешили сегодня, что мы хорошо прожили жизнь, нигде ничего не спотнулись, какой я хороший, да. Мы, в принципе, и без Бога, и, в принципе, без никого. Когда это мы проговариваем даже у себя в голове, то это как раз себе вопрос. А ты вообще с Богом где-то примиряешься? Ты вообще с Богом ли? То есть я всегда должен, каждый день я должен произносить это слово «прости». Вот для меня, вот, например, примирение с Богом – это осознание Его постоянного присутствия в моей жизни, ежесекундного, ежемгновенного. И не просто осознание того, что Он есть, но что и моя жизнь соответствует тому, что я знаю о Нём, чего Он ожидает от меня по отношению к Нему и к окружающим людям. И вот мне кажется, что наша задача, как вот, примириться с Богом – это просто для себя постоянно напоминать. Я тут не один, я не в одиночестве, не в вакууме, не сам по себе. А вот Он, Господь, рядом со мной постоянно. И это действительно, как Вы говорите, это процесс… Хорошо. Примирён ли я с Богом, если нет примирения с человеком, близким или далёким? Я как раз сейчас хотел сказать, что это как раз и примирение зависит… Знаете, этот крест – горизонталь, вертикаль. Креста не будет, если мы в идеале с Богом, как нам кажется, да, но своего коллегу, брата, я не знаю, соседа ненавидим, что мы не можем, да, с ним находиться в одной аудитории. То же самое мы не можем говорить, что мы в идеале с людьми, а с Богом у нас, ну, ещё сегодня не сложилось, да, мы ещё не нашли общего языка. Но Бог помогает нам всё-таки найти взаимоотношения с человеком. Очень сложно без Бога выстроить те идеальные взаимоотношения с человеком, потому что дьявол опять найдёт какой-то, как вы говорили, гвоздик, и он будет очень некомфортно. Я недавно, к осени мы готовились на даче, ежевик очень тонкие колючки имеет, очень незаметные. И, видать, очень много их было, я их сразу не заметил. Прошли там день-два, но что-то некомфортно, что-то больно, я их не вижу. Супруга берёт, так у тебя тут две или три этих несчастных колючки. Вроде бы мелочь, вроде бы ничего важного, но уже некомфортно, уже неприятно, уже ты понимаешь, что что-то происходит, что-то не то. То же самое в повседневной жизни. Я благодарен вам, друзья, за участие в программе. Спасибо, что вы нашли время и возможность. Хочу вас поблагодарить, уважаемые зрители, что вы тоже были вместе с нами на этой программе. Когда мы говорим сегодня о единстве, у нас возникает очень много вопросов. Когда читаем Священное Писание, апостол Павел пишет о том, что у нас должны быть те же чувства, которые и присутствуют во Христе Иисусе, что мы должны быть похожими на нашего Господа в принятии тех или иных решений. Мы говорим единство, оно сохраняется только тогда, когда мы принимаем другого человека таким, какой он и есть, когда мы не пытаемся изменить его жизнь, взгляды и мнения, но мы помогаем ему расти, потому что в этом помогает нам Бог. Бог помогает нам расти в нашей вере. Он даровал нам этот удивительный дар и желает, чтобы действительно вера нам могла быть видна для каждого человека, который общается с нами. Мы можем сохранить единство, если мы едины с Богом. Всего доброго, до свидания, до скорой встречи. Всего доброго вам, друзья! До встречи!